...предприятие в России, которое под названием ЭЛАТ. И я был директором и владельцем этого предприятия, но опыта было никакого, нулевой абсолютно. А коммерции в те времена я понятия не имел, как это нужно вести дела. Поэтому оно быстро обанкротилось, но в это время появились другие заинтересованные люди. Это Техмашэкспорт. Была такая организация могучая, которая продавала станки за рубежом, где-то угодно. Им в это время нужна была помощь какая-то финансовая. И они услышали по радио, что есть такая технология, которая способна защитить Москву от тумана и от дыма. Надо сказать, в то время у меня был один такой живой мальчик, работал на моем предприятии, который без мыла, как говорится, влезет на любое предприятие. И я ему сказал, слушай, вот мы заинтересованы в рекламе. Он говорит, а сейчас пойду, и пошел куда-то на телевидение и сказал, ребята, у нас вот сейчас задавление Москвы. Видите, вот уже, да, и действительно уже в метро прогнозировали будет затоп, все. Он говорит, мы, у нас есть установка, мы предотвратим это дело, но с условием. Денег нам никаких не надо, только вы по телевидению скажете, что этот дым был предпрощен благодаря технологии ЭЛАД. Вот. И все, нам больше ничего не нужно. Договорились? Договорились. И вот мы включили установку, задымления действительно не было. И... А это задымление, оно погасилось дождем, что ли, или чем? Возникает как бы барьер электрический, когда, если есть источник дыма... А дым, это частицы, они тоже наэлектризованы, и они не проходят эту преграду. Да. Да. И он начинает обтекать. Если ты поставил окку Москвы... А, и радиус большой, ну, наверное, километра в 50 дали, да? Ну, диаметра, может быть, с дымом. Да, 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 достаточно. И дым, который шел... Это в каком году было по дыму? Это примерно 84-й. У меня есть даже сноски, газетные, ювелирские там всякие. 94-й? Нет, я думаю, это был позже. Нет, не 94-й. Ну, вот остановка дыма, это тоже... Я сейчас скажу. Это было где-нибудь 89-й год. 89-й. Это тоже первое в мире было, да? Это тоже первое в мире. Именно от такого масштаба, или, может быть, нет? Такого масштаба, любого масштаба, просто эта технология не существовала. Это пионерская была. Были, надо сказать, ещё в 30-х годах в Америке, были проделаны эксперименты по созданию осадков или удалению осадков с помощью аналогичных идей. То есть, был такой эксперимент. Площадь 100 на 100 километров дали американцам в одном месте. И они растянули провода, по-моему, 15 километров. По периметру? Ну, нету там в виде каких-то, неважно, в общем, линий проводов. И на эти линии подали высокое напряжение. И работали целые...